Дорогие друзья, ради этих мгновений стоит жить! Просто переполнен каким-то совершенно, я бы сказала, патриотическим восторгом Но каждый раз, когда великие спортсмены Республики Беларусь добиваются своих великих результатов, особенно на международном уровне В далекой весной 81-го, будучи обычным болельщиком, показалось, что все-таки что-то получится в спортивной журналистике Написал письмо в спортивную редакцию белорусского телевидения, какие-то там соображения о том, как можно улучшить передачи, трансляции Потому что когда он пришел работать на телевидении, конечно, началась другая жизнь И совершенно было понятно, что та позиция помощника режиссера, на которую, собственно говоря, его ангажировали, это не его позиция Хочешь работать на белорусском радио, на белорусском телевидении, ты повинен володать белорусской мовы А мой батька был войсковцем А вот эти часы был просто дивный закон Дети войсковцев выслабанялись от выучения белорусской мовы Но белорусскую литературу требовало видать И творы обовязково необходимо было читать в оригинале И когда я пришел в 81-м году на родное, по роднейшему народное белорусское перебачивание Я не буду много слова не ведал по-белорусскому Умудрился он родиться в невероятно достойной семье И родители, и тетушки, и дядишки, и учителя Вот они как-то его таким образом сформировали, что он впитал в себя все те великие ценности, которыми жила великая страна Нет, есть жизнь и счастье, такие попытки приносят золото Когда приходил на телевидение молодым специалистом, Владимир Николаевич уже работал давно И для меня он был всегда кумиром Голос Новицкого всегда для меня ассоциировался прежде всего со спортивными событиями И когда я попал в один и тот же коллектив вместе с, можно сказать, на то время уже мэтром Который поработал и на центральном телевидении, и на белорусском Я смотрел на него как на такую огромную величину Для меня это был авторитет Я же, опять-таки, локтями никого не раздвигал Секундочку Ни в ЦК КПСС, ни в ЦК КПБ Никакого блата у меня не было Наверное, ну, своим горбом, своими руками этого Достиг 27 лет Уже я начинал сидеть В том 81 году сын родился, Виталик Перестал работать старшим инженером, который зарабатывал 130 рублей в месяц Для меня Владимир Николаевич человек, который настолько беззаветно влюблен в профессию, что она с ним уже отождествляется То есть это единицы из моего личного жизненного опыта И насколько я, в принципе, вижу в мире Такое бывает, чтобы люди так отчаянно и страстно любили свою профессию и связывали свою жизнь полностью с ней И очень мне нравилась и радиоинра работа В те годы, в Советске, радиостанция «Маяк» была очень популярной Ее ловили в разных уголках Советского Союза И была потрясающая футбольная радиоперекличка В дни тура в режиме онлайн Комендатор в Ереване, комендатор в Киеве, комендатор в Минске, в Тбилиси, везде, где проходят города И в Москве чаще всего это был кто-то из мэтров Тот же Озеров Николай Николаевич Тот же Перетурин, тот же Басхаченко И он ведущий О, слышу в Минске и явно в живлении на трибутах Володя, что у вас там? На что реагирует публика? Владимир Иванович, а у нас Динамо мяч забило Юрий Кургенин в очередной раз доказал, что он не только мастер защиты, но и он, а он же в прошлом был нападающим Как он подключился, как он в привычном для себя варианте по левому флангу и так далее и тому подобное Вот безумно нравились радиорепортажи У меня Владимир Николаевич это самый ответственный комментатор на телеканале Беларусь 5 Так как готовится он, наверное, никто не готовится У него всегда с собой огромное количество материала Это в том числе написано от руки, листики А4, исписанные от и до Все расписано, все расставлено Он всегда знает, где у него что лежит И я сама у него этому училась Я подсматривала за ним, скажу честно И потом тоже делала какие-то пометки Может быть, я излишне, я это сам призываю Излишне тщательно, излишне скрупулезно подхожу к подготовке к тому или иному репортажу Но моя установка была, есть и будет Что чем больше ты просеешь песка Разнообразной информации, да Тем более велика вероятность Что тебе попадется еще одна какая-то золотая крупинка Витаю вас, дорогие сябры Зуси недавно у Лили Хаммеры завершились 17-е зимовые олимпийские гульни Сегодня мы распочинаем серый передач Какие и будут присвечены стартам у Норвегии У каких мы и расскажем про выступления на гэтых споборницах Расскажем я еще раз белорусских спортсменов Снимал на соревнованиях практически интервью Лена Данюченко в кадре, разумеется, держала микрофон Брала интервью, я с плеча снимал Интервью со всеми, делегация была небольшая Спортсменами, тренерами И мы вернулись из Лили Хаммера И, горжусь, вышли три сорокаминутные передачи Реха Олимпиады они назывались Дебют суверенного белорусского спорта на Олимпийских играх Я не раз слышала, как он рассказывает, как мы делали эту передачу С какими сложностями мы столкнулись Это действительно было так Но я никогда не слышала, чтобы он рассказывал Что мы совместно еще и писали материалы И для физкультурника Белоруссии То есть не только я ему помогала, но и он мне активно помогал И первый отчет мы писали вместе, в прямом смысле То есть он диктовал какую-то строчку, я диктовала какую-то строчку И тут оказалось, что у нас абсолютно разный стиль Ну это понятно, на телевизорчике яхотечество У меня там каждая строчка должна логически выходить из предыдущей А у него больше там обрывками И мы спорили до хрипота, ему до утра писали этот первый отчет Чуть-чуть не там, не ругались Утром, уже к утру, наверное, мы закончили его И сказали, что все, это первый, последний наш такой опыт Як мы с вами доброведаем, два дни 16, что проходили гульни Оказались для наших земляков святочными Напряг был жуткий, в прямом смысле спали по три часа И когда мы приехали с Олимпийских игр У нас высыпала аллергия нервная Когда вот это напряжение спало, обсыпало все плечи А потом звонит Владимир Николаевич Диночка, мне так стыдно, у меня такая проблема Я говорю, что за проблема? Я не могу сказать, мне стыдно Короче, я его пять минут питала, он мне ничего не говорил, но было стыдно Я говорю, Владимир Николаевич, у вас чесотка Он говорит, да откуда вы знаете? Я говорю, пойди, Димин, ручка все пройдет, у меня уже прошло Хай-хай Иногда на Олимпиадах очень большие расстояния Между гостиницей и спортивными объектами И Владимир Николаевич Новицкий даже случалось иногда так Чтобы с утра быть в форме, успеть подготовиться к очередному репортажу Потому что накануне у него соревнования заканчивались очень поздно Те, которые он комментировал Он иногда оставался на арене, ночевал на арене для того, чтобы хорошо подготовиться Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые друзья Приехал в суп-пресс-центр Феникс-парки Скоро совсем тут начнутся Финальные соревнования Мужчин, фристайл, лыжная акробатика Зачем приехал? Ну, последние штрихи подготовки к репортажу Все тут просто Вот мы с ним работали вместе на закрытии Олимпийских игр в Пхенчхане И хочу сказать, что нам в одно время с ним выдали раскладки По которым будем работать То есть та информация, которую мы можем выдать в эфир Что будет происходить, когда будет происходить И каким-то образом он успел добыть еще плюс к этой информации Огромное количество интересных фактов Которыми поделился со зрителями И мне самой было его интересно слушать Он для меня действительно как учитель И на его комментариях я выросла И я беру всегда с него пример Работать вроде как в жизни научился Вот с отдыхом есть проблемы И поэтому, когда выпадает какая-то возможность Естественно, с женой мы сразу приходим сюда О наших внучках Беседуем о сыне Вот все эти годы Я уже больше сорока лет со Светланой В счастливом браке мы живем И все это время она, в том числе, как и путеводная звезда Помогла мне и стать спортивным комментатором Но на отдыхе, пускай даже здесь, на красивой природе Тоже трудно отключиться от работы Да, работа Еще не нужно искать хобби Не нужно искать занятия помимо этой работы Она заменяет все Она удовольствие, она в кайф, она в радость В силу профессии Владимира Николаевича Не очень часто, скажем так, доводилось видеть отца дома Поскольку постоянные многочисленные командировки Порой одна за одной Но вот эти, скажем так, короткие периоды, когда дома Ну, это всегда некие те или иные интеллектуальные развлечения В том числе шахматы И, конечно же, скажем так, вот подростковые годы мои Они пришлись на сложные, как говорится, лихие 90-е Начало самое 90-е, когда вот эта атмосфера полной неопределенности И вот до сих пор в памяти те мелкие какие-то сувениры Которых сейчас даже, ну, едва ли можно на полном серьезе обсуждать и разговаривать Там баночка газировки, жевательная резинка Но, конечно, фактически вот такие вещи делали меня королем двора Я был, ну, самым таким уважаемым человеком в том числе среди девчонок Ну и, конечно же, тут за это большое спасибо папе Который постоянно понимал и знал о том, что из каждой командировки нужно что-то привезти сыну Так получилось, что в дни рождения моих жены, внучек, сына в 99% случаев был на работе Даже репортажи не раз вел в дни, когда уходили из жизни родные и близкие люди Работа – это все, работа – это по-прежнему смысл жизни у пенсионера на Висково Нравится или не нравится, как всегда, как и у всех, конечно, я не могу сказать, что я прям счастлива от того, что мужа вечно нет дома Я не могу сказать, что я в восторге от того, что его нет на свадьбе единственного сына Он работает, да? Я вижу, например, когда умирает мама Он работает, да? При этом он ведет репортаж, и никто не знает, что в это время мы все вот в чайных или радостных событиях Не было возможности присутствовать у него на свадьбе Но это не стало каким-то из ряда вон выдающимся событием Учитывая, что в первый класс не удалось проводить И, ну, собственно, ничего страшного в том, что не было на свадьбе Но так или иначе, как только работа закончилась, и позвонил, и поздравил, и все было в итоге хорошо Ну, это грустная тема, по-моему, видите, не только из-за ветра что-то тут влажно становится Ну, как бы, наверное, жизненно важные события отец пропускал, но для меня важно, что он был со мной Пускай по телефону, пускай на расстоянии, разделял и разделяет эмоции И, ну, так или иначе, он есть у меня, я есть у него, а физическое присутствие, ну, конечно, важно, но это не самое главное в жизни Внучка, она верит в то, что Дед Мороз есть, но ему послание пожелания через своего папу, то бишь моего сына Передает в устной форме, нет, до записок у нас как-то принцип одного окна без всяких бюрократических абсолютно вариантов действует и здесь Стоит прагматик, если прагма – это дело, то вот он, человек, дело А какие-то романтические порывы, да, они были по молодости, да, 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 да Ну, если вкладывать в понятие романтизм обязательные розы на день рождения, то, как вы видите, вот вся квартира в розах Известность отца, ну, в какой-то степени очень серьезно повлияла на мой выбор профессии Дело в том, что я очень хотел быть спортивным журналистом, однако, вот уже как только поступил на факультет журналистики БГУ Сразу же столкнулся с тем, что, а, ну, понятно, это сын Навискова, папа устроил сыночка И, конечно же, вот на юношеский максимализм, на юношеские вот эти эмоции, переживания, это вызвало бурю гнева Особенно изнутри, когда понимаю, что я честно написал сочинение на 9 максимальных на то время баллов Ну, как так? И мое желание стать спортивным журналистом, вот эта вот молва очень серьезно, скажем так, повлияла И я решил остаться в журналистике, но не быть спортивным журналистом По моим подсчетам, у Невана это будет юбилейный 800-й матч Сейчас очень хочется найти, а когда же и с кем из соперников в высшей лиге нашего чемпионата был матч самый-самый первый Найдем! Впереди еще целая ночь, времени хватит В свои годы он остается полностью отданным работе Он никогда не жалуется, он никогда не говорит о том, что у меня что-то болит И если нужно оперативно поменять, либо в каких-то форс-мажорных ситуациях он никогда не откажет И всегда закроет собой амбразуру спортивного комментария Этот человек достойен уложения и дай бог, чтобы он всегда оставался в строю как можно дольше Чувство сомнения в комментаторской работе, вот все, что делаю, клянусь, оно у меня с годами не угасло Не буду говорить, но периодически сверяю курс Но всегда хочется, чтобы все-таки был доброжелательный подход у нас друг к другу И опять-таки, ребят, давайте говорить на равных, любую критику, глаза-глаза, готов выслушать Он любит наш дом, он не хочет выходить никуда после работы Я говорю, ой, у нас там выставка, ой, у нас там театр, ой, у нас там концерт Он говорит, а мне так хорошо здесь И, наверное, если вот все это как-то вот так вот немножечко обобщить То, вероятно, это жизни счастливого человека Ради таких мгновений, ради таких побед нашего спорта и стоит жить Ой, это были чудесные годы Редактор субтитров А.Семкин